Добрый день! Сегодня у Гомеля отбылась 16-я сессия Гомельского областного совета депутата. Основное питание по радку дня. Справоздаши старшиня был выконками Владимира Дворника об работе господаршего комплекса региона в минулом годе. По словах керавника Гомельского области, летость народно-господарший комплекс спрацовау стабильно. У правотности темп промысловой вытворчасти перевысился Рыднереспубликанский. Причем прирост объема, означенный на таких предприемствах, как Гомельский химичный завод, Светлогорский химволокно, БМЗ, Гомельшкло, а так само у всех мясокомбинатах в области. Как выник, летость на Гомельшине выраблена промысловой продукцией на 9,5 млрд долларов. Причем 60% этой продукции поставлена на экспорт. Не глядяши на складанные климатичные умовы, добрые выники в минулом годе досягнуты и в агропромысловом комплексе. У приватности Минавито-Гомельской области, означенный самый высокий темп росту продукции живелого довле. На одного жителя область на 7% произведено сельскохозяйственной продукцией больше, чем в среднем по республике. Так на каждого из нас в год производится 100 кг мяса, 380 яиц, 690 литров молока, 660 кг картофеля. По последнему показателю Беларусь на первой позиции в мире. Протягиваем выпуск. Два годы тому Нотариальная служба Беларуси пройшла процедуру реорганизации. Что изменилось за этот час и каким чином новые умовы работы отбились на якости обслугования ЖХРУ в Гомельской области? Отказ на это и питание наши корреспонденты шукали у первой Нотариальной конторы областного центра. На отсутность работы Нотариус и Гомельщины не скардаются. Но областным центром я зрозумела больше. Але и в районах сумовать не приходится. Что год в регионе здесь сняется больше 200 тысяч нотариальных деяний. От оформления спадшины до операций с нерухомостью. При этом все больше клиентов отдают сперва принципу одного окна. Амельщанка Ева Михальченко лечится лепше заплатить по 40 тысяч за каждый документ. Чим самой шукать необходные организации в разных районах города. Диа шеи стоять у чергах. Сейчас же везде и по телевизору говорят везде, что можно сделать одно окно. Все документы они оформят, достанут и оформят, и не надо бегать и ездить. Так как я инвалид второй группы, я уже не могу ездить. Самый редкий договор, який пришлось завярать гомельским Нотариусом, а в суррогатном материнстве. Его заключили только одно, и что в 2014 году не корыстаются популярности уже хоров региона и шлюбные контракты. Лето из них было заключено только около 300. Межтым Нотариусы готовы разглядать усе предугледженные законодавством звороты. С початку 2014 года они працуются в новых умовах. Уже два года конторы не мают статуса державных, что дозволило сэкономить значные бюджетные сродки. Правда, на якость работы гэты факт негативным чинам не повплывау. Законность, оперативность, справедливость. Для юристов гэты принципы завсёды повинны быть головными у работе. Цель Нотариата всегда была доступность правовых услуг, оказание правоюридической помощи, соответственно, законность и качество этой помощи. Поэтому касаемо граждан порядок не изменился обслуживание. Олег Синцеров, Максим Савин, Яуген Макеенко. Телерадио компания «Гомель». Даже и сегодня глядаши смогут задать свои пытания старшине Гомельской областной нотариальной палаты Маргарите Ажоровой под час эфиру программы «Диалог». Говорка подя о выниках работы нотариусов, изменах у законодавствия об нотариате, які отбыліся сё лета. Глядите программу «Промом эфиры» одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры». Сегодня 18 годин, 50 хвилин. Номер телефона у студии – 77 68 45. И про ешедну сферу профсийной дейности поди размова у наступном сюжете. Яны проводят замеры температуры у глубине земли и на вышине у 40 километров. Робят прогнозы на будущий урожай и докладно ведают колькай сонечных годин на протягу года. Сегодня означается сусветный день работников гидрометрологичной службы. З нагодой профсийного свято наши корреспонденты наведали державное предприемство «Гомель Аблгидромет». Не глядяши на надвор, ей час суток, кожные тригодины гомельские метеорологи приходят на гэты участок, каб знять 7 показчиков – от температуры по ветра до замеру солнечной радияции и худкости ветру. Праз 10 хвилин уся информация у зашифрованным выглядят трапець у республиканский гидрометцентр. Ясше праздники час у сусветную метеорологичную организацию. Метеорологи кажут, што гэта тольки на перший погляд их работа рутинная. На самой справе яны ранее заинчих доведываются об усих климатичных изменениях «Когда плохая погода, это вообще, это просто интересно. Когда во время, мало того, что три часа каждый срок делаешь, то надо еще шторм какой-то, когда ветер сильный поднялся, когда туман пошел. Надо все это наблюдать». Информация, которую отримливают метеорологи, вельми запотребованная у розных голенах. Только у минулом годе у гомель «Аблгидромет» звертались проставники 850 предприемств и организаций – выратовальники, авиаторы, коммунальные службы. Сирот постоянных партнеров так само сельскохозяйственной организации. Сегодня специалисты «Гомель Аблгидромета» могут не только дать прогноз по засушливости на бегущий год, а и постоянно контролируют тоже узровень вильгать и углебе, что дозволяет аграриям больше реально оценивать ситуацию и перспективы. «Сельское хозяйство является одной из наиболее погодозависимых отраслей в наших условиях. К таким же погодозависимым отраслям относятся жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, все виды транспорта, строительства». Процедура, якая паутырается кожные сутки. Ровно о полове третьей годины ночи з «Гомельского Аблгидромета» запускается специальный зонд, який уздымается, прикладно, на 40 километров. За этот час он передаст на землю информацию об температуре, тиску и худкости ветру на разных вышинях. З весны, калю у атмосферы почнуть означаться навальничные з'явы, гэтых процедура будет проводиться двойче. Зонды почнуть запускать ясше и в день. С гэтых агоду «Гомель» выкористовують новые зонды, які працуюсь прас с подорожниками. На подставе гэтых дадзиных будут зроблены долготерминовые прогнозы на дворья у Беларуси и інших краинах света. Минимум сопровождает этот радиозонд это семь спутников. Если какой-то спутник уходит уже за линию горизонта, соответственно, перехватывает другой спутник соответственно программным обеспечением и аппаратурой, которая его сопровождает. И потерять зонд как таковое это будет невозможно. Необходимо собирать остальные данные, которые выйдут из программы и уже отправить их на обработку во всемирную аэрологическую сеть, на основании которых данных будет уже строиться общий прогноз погоды на ближайшее время. Олег Шанчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». И до новинокультурного життя. Интерактивная выстава «Водоро» упрацует у Палаца Румянцевых и Паскевича. Пах свежескошенной травы, бергамота, гарыши и подвала, винограда и колбасы. Усе «Водоры» и «Хамаль-50» зроблены по специальных химичных формулах. Знакомитый парфюмер София Гройсман, якая супрацов не шала с самыми вядомыми компаниями свету, приняла удел у створениях этой коллекции. Частку паху подрыхтовала белорусская мастерня. На видовольнике выставы смогусь доведаться, какой парфюмерой и корыстались, например, члены семьи Романовых ци сучасной зорки шоу-бизнесу. Все запахи ненатуральные, и они специфические. То есть они могут отличаться от вашего представления о запахах, потому что эта работа была творческая. И аж и одна особливость экспозиции в том, что особные пахи треба отгадать. Подказкой станут фотографии, які ассоциативно поштурхнусь до правильного отказу. Коли зарабить гэта не удастся, побачь с колбами, наведовольники знуйдусь картки, які подробязно расскажут про водар. Але узвышанным житти гэтую парфюмеру выкористовывать не варта. Стойкость у запахов достаточно высокая. И интересно, что неприятные запахи, они держатся дольше. Если попадет вам что-то на одежду, то вы только с помощью стиральной машины сможете избавиться от этого запаха. А гэтым выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok